Какой бодибилдинг? Старый маразматик, который несет просто откровенно всякую чушь в ютубе. Его тренировки, которые он там показывает, которые он тренирует, полная хрень. О наборе прям вот летом, да, 2 грамм теста, караул, еб ты, чтобы не перегореть, мы подняли углеводы. На данный момент у меня 800 углей. Ем рис, запиваю индейкой, закусываю салатом. А при 123 потягивался 30 раз. Один год за 10 на витаминках, да? Короче, я вам раскрою секрет своих тренировок. 80% тренировок я провожу именно на улице. На протяжении уже сколько? Ну, 20 лет минимум. Так что вот такого результата я добился здесь. Разминочный вес, холодно на улице. Пока одетый, сейчас разденусь. Покажу свои соски. Типичное лето. Типичное лето, да. Ух, еб ты. Типичное лето. Через ide�리. Ух, еб ты. Кстати, намного концентрированнее даже, чем в зале с одними блинами. Сейчас немножко добавим веса, и будет самое то. Только хардкор, как еще качаться? Не на девчачьих же тренажерах. Мне кажется, это уже рабочий будет. Дедушки, блядь. Ужимая королева. Опустился пониже, хочу прокачать сначала больше среднюю часть спины, поэтому буду качать ее, бьет точно, все четко, ну кого-то там мало мяса, может быть вот сюда нужно будет что-то подкладывать, потому что давит в грудь, а так вообще огонь, я даже добавлю. Застряла, застряла Писюлька. Так, как думаешь, сколько подходов сейчас сделать, два? Прикольно было, у Федорова спину покачал, прихожу через день на съемку тренировки груди, спрашивают, ну что, как спина, я говорю, ну я вчера спину опять качал, что не хватилось-то, ну блять, вот так вот. А что там в комментариях чувак мне писал, что тебя Федоров там послал, что-то, по роликам последним, типа, что ты мне не отвечаешь ничего. Когда, кто меня Федоров послал, что-то я не помню. Не знаю, я тоже не знаю, где он тебя послал, блять. Не-не-не, такого не, как же так, как Александр? С Федором нормально общаешься? С Федором, ну, я с ним не вижусь, как бы, ну, только вот на съемках и все. У многих просто впечатления, как будто вы там, блядь. Не-не, это просто так, наверное, подписчики что-то там навыдумывали себе, что, а у меня там глаза не горят, что я там занимаюсь вообще другим видом спорта. И, типа, зачем ему это надо, ему бы хотелось бы быстрее оттуда убежать. Да не, почему? Я пока на расслабоне был, приходил, впитывал всю информацию, анализировал. У него определенная философия, она имеет место быть. Но, опять же, это Александр Федоров, как бы он не качался, он бы всегда был бы таким же Александром Федоровым, здоровым. И был бы он также на Олимпии. Сейчас, да, в связи с какими-то травмами, там, переосмыслением он понял, что можно вот так тренироваться и минимизировать травматизм. Я вполне с ним, с этим согласен. Так что, Александр Федоров, респект. Так, та нога была, теперь это... Ой, твень, блядь! 30, а 60 килограмм, сука. Ваникол, он тоже на улице не был. Смотри, блин, куда она лезет, блин. Давай, давай. Чуть, блядь, туалет охота. Блядь, блядь. Блядь. Короче, сейчас буду подтягиваться обычным стандартным хватом. Я нифига не подтягиваюсь этим моментом, блядь, этим хватом. Сейчас попытаюсь покорежиться. Подтягивался вот таким узким, нейтральным. При 123 потягивался 30 раз. До подбородка. Сейчас, в принципе, цель накачать широчайшее, а не свое эго. Но все равно, сейчас будет очень криво. Можете обсирать в комментариях и так далее. Тут чувак вообще на одной руке подтягивался, так что, блядь, позор мне. Неплохо, но в зал стоило бы записаться. Нормально. Это все углеводы, блядь, которые повысили. Тяжелее, видимо, стал. Ну, как-то так вот. Все, потягивались, хватит. Сейчас домой пойдем. Искупаться летом, супернабухаться, летом, суперднем, и ночью, летом, суперразима, вообще залупа. Искупаться летом, супер, набухаться летом, супер днем, и ночью летом, супер, разима, вообще залупа Искупаться летом, супер, набухаться летом, супер, разима, вообще залупа Искупаться летом, супер, набухаться летом, супер, днем, и ночью летом, супер, разима, вообще залупа 16 лет, 16-го года, 13-й судить Ну, блядь, как говорят, один год за 10 на витаминках, да? Ха-ха, такие 16-летние сейчас пиздеки Значит, ты с туалет на курсе ходишь. Ну, почти. Так, ну что, пойдем к следующему тренажеру. Так, что у нас здесь за монстры делали? Вроде стараешься бицепс не напрягать, но в последние подходы, да, можно немножко его поднапречь, чтобы вроде добить такой, скажем, читинг. А так стараешься, да, только спиной тянуть. Ну и веса бы особо большие не нужны. Какой воздух сейчас, чтобы дождь, гроза, ливень, град, торнадо. И мы тут скачаемся. Панкаду, мы с тобою вместе, торнадо, твои поцелуи на вкус, как помада. Мы на ладе вместе, так надо, где тебе больше двести. Панкаду, мы с тобою вместе, торнадо, твои поцелуи на вкус, как помада. А я иду по району, с сердцем граненным, плачут вокруг грустные города. С обидой таенной никто не поет, и я больше тебе не спою никак. В ночь окутала дымом, вокруг лишь туман. Я слышу твой голос, он будто дурман. Ты красиво снаружи, но внутри змея. Твоя жизнь идет, но уже без меня. Кстати, также в ссылке в описании будет на инстаграм-канал GSS, телеграм-чат GSS. Также на мой телеграм-чат, где мы обсуждаем как раз-таки, как сливать кровь во время курса, когда повышенный гематокрит. А также мы обсуждаем тренировки, как тренироваться, кому, в какой период, что лучше делать, что не делать, что лучше колоть, что лучше не колоть. В разные периоды времени обсуждаем все вас интересующие вопросы абсолютно бесплатно. Подписываемся и переходим на каналы. Субтитры подогнал «Симон» 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 Поэтому нужно экспериментировать. Также в нашем чате мы можем подсказать и отследить за вашим прогрессом, процессом становления тестостерона. Как сейчас питаюсь? На данный момент Руслан Халецкий мне поднял углеводы. Я чувствую, но немножко меня наполнило, немножко подлило. На данный момент у меня 800 углей, 350 белка, 130-150 жиров. В принципе, вот такой колораж. Пока подняли на неделю, потом будем по форме смотреть, что да как. Потому что до старта еще 2 месяца, и, ну, сами понимаете, чтобы не перегореть, мы подняли углеводы. Потом я предполагаю, что они будут все равно понижаться, естественно. 400-500 углей у меня будет на сушке, я думаю, через неделю-две. Какой сейчас режим тренировок? На данный момент 10-дневный сплит. За 10-дневный сплит я прокачиваю все мышечные группы 2 раза. То есть каждый пятый день у меня все мышечные группы прорабатываются. Кроме плечей, плечи прорабатываются 1 раз. Так как это выдающаяся моя мышечная группа, я уделяю ей меньше всего внимания и меньше веса. То, что вы видели в роликах, я там поднимал махи, делал 50 килограмм. Ну, это чисто было для подписчиков, потому что они сказали, мы хотим увидеть. И я там когда-то делал это очень давно. Я сказал, через неделю-две немножко привыкну к весам и сделаю эти 50 килограмм. Я сделал, сделал 50 килограмм на молотки, все успокоился и нормально теперь делаю все упражнения по бодибилдингу. Тренировки 3 через 1, бывают каждый день, бывают 2 через 1, в зависимости от восстановления. Кардио час после тренировки, выходной у меня голень, пресс, также опять кардио. Ну, в таком духе. Еще такой вопрос. Я часто это показывал в Инстаграме, в Телеграм-канале, в чате, как я перемалываю еду. Крупы я попробовал поперемалывать, получилось не очень интересно, потому что потом это все очень сильно взбухает. Это потому что выпивается все разом, оно сильно взбухает и тяжесть в животе. Это только нужно было делать раздельно, сначала углеводы, потом белок. Мне это не понравилось. И на данный момент у меня идет так. Рис я стал просто есть, а перемалываю я индейку. Именно индейку я пью 300 грамм уже в готовом виде, это примерно 400-450 в сыром. То есть это разовый прием индейки, я перемалываю где-то на 600 миллилитров воды. Ем рис, запиваю индейкой, закусываю салатом. Все, остальные у меня приемы либо говядина, либо форель, также с рисом. То есть полноценно я, чтобы все приемы пищи пил, такого нет. Это в принципе и не очень полезно. И сами понимаете, когда вы едите, вырабатывается, ну, жуешь и так далее, там, желчный сок, ферменты, все это. Ну, это процесс такой должен быть, это естественно. И когда ты постоянно будешь пить, то это не протеин легко усваиваемый. Так что, чтобы ваш желудок не наебнулся, нужно именно хавать, нормально хавать. Плюс индейка мне надоела, я просто ее запиваю. Еще раз повторяю, подписываемся на GSS канал, на Instagram GSS, на Telegram канал GSS. Подписываемся на мой Instagram, на мой YouTube канал, на мой чат и Telegram канал. Все будет, все ссылки будут в описании под роликом. Ставьте лайки, будут следующие выпуски каждую неделю. Ох, все, нахуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok